Коронавирус можно сравнить с айсбергом. Большинство последствий, которые возникают после перенесенного заболевания, скрываются под темной водой. И, например, чувство усталости, потеря памяти, обоняние – это далеко не единственные проблемы, которые остаются с вами еще достаточно долгое время. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня с нами в студии главный внештатный специалист Минздрава Самарской области, главный терапевт Самарской области, врач-терапевт Олег Фатенков. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Как обычно, мы в прямом эфире 202.11.22. Традиционно к доктору, который терапевт, бывает очень много вопросов, потому что он знает все. Ну а мы сегодня хотим поговорить о последствиях, возникающих после перенесенной коронавирусной инфекции. Олег Вениаминович, когда человек болеет, его, наверное, единственное и главное желание – это поскорее выздороветь. Но немножко не так в отношении коронавируса, потому что после того, как непосредственное выздоровление происходит, начинаются с большой вероятностью всякие разные другие проблемы. И уже сегодня, наверное, можно говорить, какие основные, да? Соглашусь с вами. Больше того, можно сказать, что все происходит, к сожалению, одновременно. И коронавирусная инфекция не только обостряет существующие уже заболевания легких, заболевания сердца, печени, почек, поджелудочной железы, эндокринные системы, усугубляет тромбообразование, но и, к сожалению, провоцирует так называемый постковидный синдром, который характеризуется во многом сразу суммацией вот этих вот проявлений, этих заболеваний, которые требуют не только реабилитации постковидной, но и наблюдения интенсивного и, конечно, прежде всего, правильной диагностики. Я вот нашла такую информацию сегодня, что в 2020 году в России от болезни системы кровообращения умерло на 90 аж 7 тысяч человек больше, чем в 2019-м, и что это одно из осложнений коронавирусной инфекции. То есть от тромбообразования погибают примерно 23 процента. Это на самом деле так, да? Да, это соответствует действительности. Больше того, статистика смертности, к сожалению, продолжает сохраняться, и болезнь системы кровообращения превалирует. В Самарской области это где-то порядка, ну, чуть-чуть меньше 40 процентов от общего количества. При этом от коронавирусной инфекции суммарно не более 8 процентов умерло. Проблема-то вот как раз в этом состоит, что коронавирус вызывает системный тромбоэмболизм, причем и венозный, и атриальный. И все это приводит, к сожалению, к усугублению существующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. Вот почему нужно особенно пристальное внимание уделять, конечно, такого рода больным. Еще вот в последнее время, особенно часто пишут и говорят о том, что в зоне огромного риска находятся почки и печень. Да, к сожалению. Мы наблюдаем это. Я могу привести пример с клинической практики. Молодая женщина, 35 лет, поступила в клинику факультетской терапии. До этого она была больна с сахарным диабетом первого типа, перенесла в ноябре месяце коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, пневмонию пролечила в стационаре. Коронавирус ей удалось победить. На этом фоне у нее возникла почечная недостаточность, усугубление сахарного диабета возникло, и в тяжелейшем состоянии мы ее сейчас лечим в клинике. Вот такие последствия. Сколько времени, вы сказали, прошло после? С ноября месяца, вот до сегодняшнего дня. Представьте себе, пожалуйста. Ну, вообще, к сожалению, мы видим, что после перенесенной коронавирусной инфекции через 2-3 месяца все эти заболевания только усугубляются у людей. И вот этот постковидный синдром в настоящее время уже существующий диагноз, и мы его рассматриваем вполне серьезно. И особое внимание уделяем, конечно, такого рода пациентам. А постковидный синдром туда может все что угодно входить в это понятие, правильно я понимаю? Вы знаете, это понятие, которое включает в себя пациента с жалобами на боли в грудной клетке, на одышку, на проявление тромбоэмболии различного рода и, естественно, на перенесенный клинически доказанный верифицированный диагноз ковид-инфекции в прошлом. Вот в этом случае мы не только обращаем внимание на этих пациентов, но сейчас, с 1 июля, запускается программа углубленной дополнительной диспансеризации, направленной на диагностику именно постковидного синдрома у таких пациентов. А давайте мы сейчас обратимся к нашим зрителям, и, может быть, кто-то позвонит нам в студию и расскажет о симптомах, возникших у вас после перенесенного заболевания, о которых мы, может быть, не знаем или, по крайней мере, не сказали. Сегодня 202-11-22, можете поделиться с нами этой информацией. А если вы опоздали к началу эфира, я напомню, что сегодня у нас в студии дежурный врач нашей скорой, телевизионной помощи врач-терапевт Олег Фатенков. Еще раз 202-11-22, телефон для ваших вопросов. Олег Вениаминович, не спросила вначале, но еще не поздно, какая сегодня ситуация с заболеваемостью в Самарской области? Ну, к сожалению, заболеваемость медленно возрастает. На сегодняшний день, я смотрел статистику, которая доступна абсолютно всем, порядка 200 человек в день выявляется у нас, и, в общем, имеется тенденция к нарастанию. Эту тенденцию связывают с так называемой дельта-версией вируса коронавируса. Ну, его еще называют индийский штамм и прочее. Все, я знаю, что он в Российской Федерации уже выявлен. Я думаю, что мы тоже не исключение. И, к сожалению, вот этот вот рост взрывной заболеваемости во всем мире, и у нас тоже не исключение. Да и погода-то у нас, на самом деле, соответствует, по-моему, индийской. Индийская. К сожалению, это благоприятствует развитию такого рода вирусной инфекции. А когда у нас человек получает результаты ПЦР-теста, там ведь не определяется, какой именно штамм? Это не принципиально. По большому счету коронавирусная инфекция, она осталась единой. Естественно, что, как всякая вирусная инфекция, она трансформируется в течение времени, и она борется с иммунным ответом человека, и вот поэтому возникают новые штаммы его. А по большому счету это тоже самая коронавирусная инфекция, но у нее там изменения происходят в методах проникновения в организм, не более того. Поэтому диагностика, она вся единая. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, у меня племянник заболел с коронавирусом, и у него пропало обменяние, и он не может ничего слышать, кроме макарон. На все остальное у него властной, как будто запах одеколона, вкусный одеколон очищает, и ротные рефлексы появляются, когда варим мясо и готовим что-то мясное. Что можно в таком случае сделать? А сколько лет племяннику скажите, пожалуйста? 20 лет. Ну, прежде всего, конечно, я просил бы обратиться к своему участковому врачу. Существует в настоящее время программа реабилитации больных, перенесших ковид-инфекцию. И я думаю, что нужно эту программу реабилитации пройти. Мне кажется, он еще только заболел. Если он сейчас болен, то, конечно, нужно пройти полноценное лечение. В том числе, если это амбулаторное лечение, я знаю, бесплатно выдают соответствующие медикаменты в Самарской области всем этим больным при верификации диагноза ковид-инфекции. А в последующем, когда процесс завершится, то нужно пройти реабилитацию. Причем желательно, чтобы в этом процессе участвовали и отоларингологи, если нарушение обоняния есть, врачи-неврологи, ну и, естественно, квалифицированные терапевты. Олег Вениаминович, а я так поняла, что в данный момент еще переживают о том, что ничего не может человек есть, кроме макарон. А если острый процесс, ну, нужно, прежде всего, обратиться к участковому врачу, который оценит степень тяжести коронавирусной инфекции. Если она достаточно тяжело протекает, то я бы рекомендовал стационарное лечение. Ну, то есть ничего сделать для того, чтобы пропало во рту вот это ощущение, можно было есть нельзя, да? Вы знаете, я против самолечения в таких ситуациях. Вот я поэтому свое беспокойство выражаю. Судя по рассказу, течение достаточно тяжелое. Оно, скорее всего, требует стационарного лечения. И лучше здесь рекомендации на дому не делать. Лучше все-таки обратиться к врачу и, возможно, получить направление в стационар. Там разберутся. Я очень надеюсь, что врач вас лечит и наблюдает. Не без заботы медицинской. Итак, это программа «Звоните доктору». Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Сегодня в студии Олег Фатенков, врач-терапевт. И вы уже сказали, Олег Вениаминович, раньше меня, что с сегодняшнего дня в Самаре началась расширенная диспансеризация именно людей, перенесших коронавирусную инфекцию. И прежде чем мы поговорим о ней, давайте посмотрим сюжет, потому что мы сегодня побывали в поликлинике. Проверка кислорода, сдача крови и исследование сосудов. В Самаре стартовала расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Пройдет обследование в два этапа. Только в первой поликлинике промышленного района ждут 4000 человек. В первый этап углубленной диспансеризации входит общий анализ крови, биохимический анализ крови, проведение спирометрии, рентгенографии органов грудной клетки, определение уровня додимера крови, тест с шестиминутной ходьбой и консультация врача-терапевта. С момента выздоровления должно пройти три месяца. Медики сами обзванивают и приглашают на диспансеризацию. Можно прийти и самому. Переболела я год назад. Узнала о диспансеризации, мне позвонили в поликлинике, пригласили. Очень удобно, в одном месте. Все проверили, все рассказали, всю информацию. По результатам обследования первого этапа диспансеризации, при необходимости пациента направляют на второй этап. Сюда относится эхокардиография, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если в итоге медики выявят хроническое заболевание или риск его развития, будет назначено лечение и реабилитация. Все обследования в рамках диспансеризации, в том числе и для переболевших COVID-19, будут бесплатными. Их покроет полис ОМС. Вот мы в общих чертах уже получили сейчас информацию, а теперь, наверное, поговорим более предметно, потому что наверняка не все понятно. Вот чем в целом диспансеризация, о которой мы знаем, отличается от расширенной диспансеризации? Ну, вообще нужно сказать, что на самом деле диспансеризация продолжается. И она никоим образом не подменяется вот этой вот расширенной, или как мы ее называем углубленной диспансеризации. То есть по-прежнему каждый из нас имеет право на проведение бесплатного комплексного обследования, состояния сердечно-сосудистой системы, онконосторожности и прочее. Раз в три года, по-моему, до 40 лет, да, и каждый год после 40. То есть система как работала, так и работает. Но надо отдать должное и государству в том числе, и усилиям медиков, что мы очень быстро воспринимаем изменения вот этой вот обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией. В настоящее время, по-моему, уже 11 рекомендации национальные существуют по диагностике, профилактике, лечении коронавирусной инфекции. И достаточно оперативно, практически вот онлайн, была разработана такая программа, углубленная диспансеризацией больных, перенесших именно коронавирусную инфекцию. Олег Викторович, ответим на звонок? Да, с удовольствием. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, доктор. Вот хотел бы я вас спросить. Вот такое дело. Просто я вакцинировался, но сейчас идут слухи, что после вакцинации болеет больше, чем не вакцинированная. И какая есть по этому поводу статистика? Спасибо. Спасибо вам за этот вопрос. Я могу сказать, что, конечно, вакцинация – это не панацея, это всего лишь способ дополнительно защитить себя. И, естественно, коль скоро это так, то совершенно не заболеть, вам никто этого не скажет, это невозможно. Но, тем не менее, вот те клинические данные, которые я наблюдал, а я работал в COVID-госпитале, инфекционном клинике, сам ГМУ, я сейчас консультирую очень много подобных пациентов, все-таки заболевание, если возникает, оно протекает в более легкой форме, оно протекает меньше по времени и достаточно благоприятные отдаленные последствия имеет. Какой-то большой статистики мы в настоящее время пока еще не имеем, в силу того, что, к сожалению, сама вакцинация-то вот только-только практически началась, и нам нужно время, чтобы получить, во-первых, эти данные, и, во-вторых, провести их научный анализ. Но я вижу, что подобные сведения достаточно широко освещаются, и ни одного случая сокрытия какого-то вот влияния вакцины на состояние здоровья, заболеваемости на фоне этого я не наблюдаю. Вот, судя по моей практической работе, мы получаем ту информацию, которая соответствует действительности. А у нас следующий звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Доктор, я хотела спросить вас. У меня венозная заболеваемость ног. Могу ли я делать прививку от ковида? А возраст скажете нам? Да, 78. Вы знаете, я могу сказать следующее, что перед любой прививкой, в том числе от ковида, нужно обязательно прийти в поликлинику и проконсультироваться со своим врачом. Ну, больше того, это обязательно на самом деле. И ваш лечащий врач, взвесив состояние вашей, в том числе, венозной системы, скажет вам и сделает соответствующую запись в облаторной карте, показана вам эта прививка или нет. Итак, мы говорили о том, что медицина достаточно быстро отреагировала и вот уже с сегодняшнего дня введена расширенная диспансеризация. Мы говорили о том, чем же она все-таки отличается. Ну, она отличается тем, что, во-первых, конечно, подвергается ей, проходит диспансеризация лица, которые перенесли ковид-инфекцию, проходит два месяца после того, как они переболели ковид-инфекцией. Это подтверждается медицинскими заключениями, тестами. И после этого начинаются дополнительные исследования, которые не входят в стандартную диспансеризацию. Эти исследования направлены на выявление обострения, либо наличие заболеваний легких, сердца, печени, почек и наличие тромбоэмболий. Они достаточно сложные, на самом деле, эти исследования. И нужно отдать честь нашему медицинскому сообществу и государству, что оно вот так оперативно среагировав, как бы запустило эту программу. Но это правильно, потому что эти люди, они страдают и зачастую не подозревают из-за чего. Ведь мы привыкли к тому, что, перенеся вирусную инфекцию, мы считаем, что да, мы выздоровели, все хорошо. Так вот, коварство вирусной инфекции, которые связаны с коронавирусом, как раз в том состоит, что она вызывает последствия системные, вот эти тромбоэмболические, которые влияют на все органы мишени, так называемые, которые я уже назвал выше. И, соответственно, обычными, рутинными методами их выявить не удается. Вот почему такие огромные усилия направлены на диагностику так называемого постковидного синдрома. Мы примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Мы с мужем переболели ковидом, но нам перепоставили диагноз ковид. Также поражение легких 20 и 25, но сейчас тяжелые последствия. Имеем ли право мы на диспансеризацию? Я уже сказал, что нужна верификация диагноза. На самом деле, если в момент острого заболевания диагноз ковид не был поставлен, в любом случае вирусную инфекцию вызывает, как правило, образование антител, МЭГ, коронавирусу, можно попытаться сдать соответствующий анализ, и это позволит верифицировать ваш диагноз. Если диагноз будет установлен, то вы имеете право на прохождение бесплатной диспансеризации. Олег Вениаминович, вот, кстати, я тоже собиралась вам аналогичный вопрос задать. Я прочитала в информации, которую правительство выпустило по поводу диспансеризации, что новую программу могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведения о перенесенном коронавирусе. Как в этом случае подтвердить факт перенесенного заболевания, в документе не уточняется. Ну, вот, я уже предложил один из способов. На самом деле, я могу сказать, что в медицинском сообществе существует огромная благорасположенность. И мы, скорее, перестрахуемся, оказав помощь пациенту, нежели откажем ему в этом. Тем более, если были, вот, как рассказано, и исследования проведены, и там поражение легких было зафиксировано. Я думаю, что нужно обратиться просто к участковому врачу, и он, скорее всего, подскажет вариант решения этой проблемы. Вы сказали, что будет диспансеризация проходить в два этапа, и у нас есть еще один звонок. С удовольствием. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Перезванивайте, пожалуйста. Первый этап включает семь исследований. Я не знаю, есть ли смысл нам их семь перечислить или нет. По большому счету нет смысла, потому что они стандартные, проходят все их, кто перенес коронавирусную инфекцию. И в том случае, если будут выявлены какие-либо последствия коронавирусной инфекции в виде патологии внутренних органов, то будет дополнительно второй этап применяться, где уже будет использоваться тяжелое оборудование, сложные биохимические исследования. Ну, я вот могу привести пример ДЭДИМЕР. Это исследование, которое, в общем-то, до этого было доступно только в стационаре нам. И впервые мы его будем выполнять по показаниям больным, перенесшим коронавирусную инфекцию. Компьютерная томография тоже, вы знаете, ну, как бы это достаточно серьезное исследование. Она тоже входит в программу исследований. То есть это очень серьезный набор, который действительно позволит верифицировать мельчайшие изменения в состоянии организма. Кстати, можно прикинуть, если бы делать это все самостоятельно. Конечно, да. Это и время, еще кроме всего прочего. И время, конечно. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где нужно на антитела пройти? Сдать тест, да? В настоящее время существует приказ по углубленной диспансеризации, который в том числе маршрутизацию по сдаче всех анализов, в том числе на антитела, регламентирует. Поэтому нужно обратиться к своему участковому врачу. Я думаю, что он подробные рекомендации даст на эту тему. Олег Вениаминович, вот я правильно поняла, что второй этап будет только при показании, скажем так, к нему, да? Ну, в основном, да. Я, к сожалению, констатирую, что, к сожалению, мы очень много патологий, конечно, наблюдаем, и ее нужно верифицировать. Но, как бы, это нужно на первом этапе сначала диагностировать. Вот. В этом случае будут дополнительные методы исследований использоваться. Насколько велика вероятность, хотя, наверное, вот, когда говоришь про исследование, слово вероятность, оно немножко здесь странное, но, тем не менее, насколько мелкая вот эта сетка, сквозь которую не проскочат никакие проблемы? Ведь, ну, даже вот семь исследований, они, наверное, недостаточно будут для всех возможных проблем. Вы знаете, я считаю, что достаточно все-таки. Проблемов, я уже обозначил, заключаются в поражении так называемых органов мишени, сердце, легкие, головной мозг, печень, почки. Так вот, тесты диагностические, они хоть и скрининговые, но, тем не менее, являются всеобъемлющими. И при наличии малейшей патологии они среагируют обязательно и позволят провести более углубленное обследование. Проблема ведь еще и в чем заключается? В том, что зачастую постковидный синдром мы наблюдаем в достаточно молодом возрасте. Я могу сказать, я наблюдал пациентов 25 лет, 18 лет с постковидным синдромом. И по большому счету, это люди, которые зачастую даже не задумываются, в чем, собственно, суть ухудшения их самочувствия. Я наблюдал девушку 25 лет, которая перенесла коронавирусную инфекцию, у нее начались панические атаки, и она не знала, к кому обратиться. А потом выяснилось, что это постковидный синдром, и проведенное лечение нормализовало ее состояние. К сожалению, вот в том-то и особенность, ну и в том числе здравоохранения Самарской области, что мы, к счастью, имеем возможность сочетать научные подходы с практическим опытом в медицине. Вот в частности, наша работа в ковид-госпитале это доказала. Мы не просто как бы анализируем ситуацию с пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию. Мы смотрим, во-первых, какая коморбидная патология у них была. Вот я могу сказать, что по нашему опыту мы где-то порядка 400 больных лечили. И мы тут же проанализировали ситуацию. Оказалось, что у 40% из этих пациентов гипертоническая болезнь проявилась. Где-то порядка 30% – шимическая болезнь сердца. На третьем месте – сахарный диабет, ухудшение самочувствия. И на четвертом – болезнь легких. Естественно, что наши усилия в последующем направлены именно на эту патологию. И углубленная диспансеризация нам помогает в диагностических состояниях. Какое счастье, что у нас есть наука своя и есть клиники. Вот в Самарской области в этом, конечно. И у нас есть звонок. Спасибо. Алло, здравствуйте. 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 Доктор, у меня такой вопрос. Я 30 июня сделала прививку. Гам-ковид-бак. Это означает, что это спутник ВИ? Да. Да, да, правильно. Да. Ну, вы знаете, мне дали вот такую справочку. И написано, когда дата, когда я сделала. А набирание препарата в серии дозы производителей. Это, соответственно, спилковые что-то такое и какие-то циферки. И когда делает, и не показывает, что вливается. Вы понимаете? То ли это было ВИ, спутник ВИ, то ли это вообще непонятно, что. И, знаете, вот доктор написал здесь какую-то закорючку, даже фамилию не написал. Понимаете? Ну, всякая ситуация бывает. Мне 75 лет. У меня больные почки. Ну, как больные почки? У меня вот больная лоханка почек. У меня, значит, сердце больное. Да мало ли что? И что, за меня никто не несет ответственности совершенно? Кто? Я могу ответить, что не только мы несем ответственность, но и вы можете не беспокоиться. Потому что любой выданный вам документ регистрируется в так называемом федеральном реестре. Который существует и доступен абсолютно любому участнику системы здравоохранения, особенно контролирующим и проверяющим органов. Уже в момент введения такого рода препарата, имеется в виду вакцины, вы были зарегистрированы в этой системе. И по большому счету все это можно проверить. Какой препарат, в какой дозе, какого числа вам введен. Поэтому, если у вас вопросы остаются, вы оставьте, пожалуйста, свой телефон. Я как бы просто свяжусь с лечебным учреждением соответствующим и проведу соответствующую проверку. Но то, что все данные о вакцинации находятся в едином федеральном реестре, который, кстати, доступен даже федеральному Минздраву, я знаю это точно. И это неукоснительно соблюдается. Олег Вениаминович, вот от себя скажу, как важно получать вот такие ответы людям, которые действительно беспокоятся и переживают. Тут можно, знаете, какой комментарий сказать. Еще часто у меня спрашивают. Вот сейчас существует так называемый подвижный мобильный комплекс по вакцинации. И люди могут там привиться. Возникает всегда вопрос. Я сделал первую прививку в мобильном комплексе, а будет ли как бы справедливо делать в каком-то другом лечебном учреждении вторую прививку? Так совершенно все это легитимно, потому что из мобильного комплекса точно так же вся эта информация попадает в единую информационную систему и подлежит строжайшему учету. И тут никаких нарушений не бывает. Когда мы говорили про осложнение после перенесенного заболевания, может быть, не сказали еще и о том, что очень долго восстанавливается иммунитет. И в течение как минимум полгода человек будет ловить все вирусы возможные, которые пролетают мимо. И в связи с этим следует ли предположить, что предстоящий осенний-зимний период нам может принести какие-то неприятные? На сегодняшний день нам хватает ковид-инфекции, к сожалению. Вот ситуация с ним такова, что вся остальная инфекция вытеснена им. Мы не наблюдаем вспышки ни гриппа, ни парагриппа, ни аденовирусной инфекции. Но, к сожалению, мы наблюдаем трансформацию самого коронавируса. По большому счету коронавирус, к сожалению, трансформируясь, пытается обмануть иммунную систему. А обмануть он ее может только подавляя, и, естественно, воздействовать в первую очередь на нее. Поэтому мы имеем вот такого рода отдаленные последствия. Я думаю, что нам достаточно борьбы с ним. И слава богу, что, в общем, пока остальная инфекция, ну, как-то отступила на второй план. Ну, как-то подготовиться к осени, наверное, все-таки. Нужно однозначно. Я все-таки, конечно, призываю привиться в первую очередь от ковид-инфекции. Но я надеюсь, что еще и от гриппа все-таки нам предложат вакцинацию, и она ежегодно проходит. Кстати, в Самарской области были неплохие результаты. У нас порядка, по-моему, 60% от гриппа было привито. И, говорят, в этом году-то и не было. Его, может быть, еще и поэтому и не было, что все вовремя подстраховались. Ну, конечно, сейчас нужно обратить внимание на вакцинацию от ковид-инфекции. А у нас есть звонок, да, еще один можем успеть, наверное, принять? Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я говорю, в феврале месяце переболели двусторонним воспалением легких с поражением легких 30%. Я говорю, ковид не поставили. Через сколько месяцев можно сделать прививку? Да, спасибо. Ну, вообще, правило следующее, что, как бы, заболевание, на самом деле, сейчас не препятствует прививке. Тем более, если ковид не поставили, то можно уже ее выполнять. А вообще, тем, кому ставили, я тоже знаю, что вопросы такие возникают. Ну, при вакцинации через 6 месяцев сейчас принято, согласно федеральным рекомендациям. Я имею в виду, тем, кто официально переболел коронавирусом, они все говорят, у нас есть антитела, и может мне не делать. Ну, в настоящее время, вы знаете, что прививки носят рекомендательный характер, они не являются обязательными. Вот, так вот, существуют рекомендации, которые выпускает Минздрав достаточно часто. Сейчас уже 11-го пересмотра рекомендации. В них рекомендуется через 6 месяцев проводить такого рода процесс. Ну, соответственно, наверное, нужно прислушиваться, потому что, если мы не проведем эту вакцинацию, то те, кто, как бы, не имеет достаточного иммунитета, к сожалению, может заболеть, может заболеть даже в достаточно тяжелой форме, и это непредсказуемый результат может принести. Олег Вениаминович, вот сейчас люди услышали про то, что началась расширенная диспансеризация. И теоретически же может получиться так, что все дружно пойдут на диспансеризацию, опять будут очереди и прочее. Каким образом будут люди проинформировать, им нужно самим инициировать этот процесс? Из нашего репортажа мы услышали, что, во-первых, поликлиники активно включились в этот процесс и призывают граждан, и я знаю, что существует обзвон и приглашение. Больше того, можно записаться через госуслуги и, соответственно, получить совершенно точную дату приглашения и за один день пройти такого рода обследование. Больше того, я напомню, что, согласно законодательству, работодатель обязан один день на прохождение медицинского осмотра любому сотруднику предоставить с сохранением оплаты. Поэтому я думаю, что никаких очередей не ожидается, и все будет разумно соблюдаться. А работодатель об этом знает? Я в этом уверен. Я думаю, что могут быть такие ситуации. Мы им подсказали. Ну, тогда еще раз для работодателей, для диспансеризации положен один плачет. Один день положен, да, с сохранением заработной платы. Итак, сегодня мы говорили о расширенной диспансеризации, которая началась с сегодняшнего дня для людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. В студии был главный терапевт, хотел сказать, главный педиатр, главный терапевт Самарской области Олег Фатенков. Мы с вами увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо, Олег. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова